добрый день подписчики и гости канала сегодня мы рассмотрим как ловить больших сочных очень очень крупных уникальных карпов на угодьях виппингвилл для этого мы рассмотрим подробно какие есть прикормки под какие графики они действуют и соответственно на какие бойлы в эти графики ловить для начала давайте посмотрим что есть по прикормках я на данный момент собрал четыре разных вида прикормки три из них под графики для закидывания со спотов и один под солнечную погоду дополнительный для использования на методных кормушках начнем рассматривать сначала под спот первая прикормка у нас рассчитана под паспурную погоду с одним пиком и она вся включает закормочные бойлы краб закормочные бойлы моллюски и закормочные бойлы криви прикормка должна иметь вес 640 грамм для того чтобы иметь возможность закинуть 4 ракеты вторая прикормка тоже рассчитана под спот и включает в себя закормочные бойлы банан закормочные бойлы слива закормочные бойлы пупника но она уже разбавляется аттрактантами со сладким вкусом такими как свитокрут и дути фрути супрайм третья прикормка также используется с подовыми удилищами и подходит она для паспурной погоды с двумя пиками которые идет один утренний пик и один вечерний пик ее состав входит закормочные бойлы тигровый орех закормочные бойлы шоколад и закормочные перец и мед она разбавляется сладкими аттрактантами свитку круиз и csl и четвертый вид прикормки который мы сейчас будем рассматривать это прикормка под методные кормушки которые рассчитаны в солнечную погоду в нее состав входит бисквит карамель мед цитрус клумника банан и разбавляется сладкими вкусами свитку круиза молос карамель и тюти фрути супрайм под каждую из прикормок используется свой набор бойлов давайте рассмотрим с самого начала в паспурную погоду с этим пиком можно ловить смело на бойлы краб криль моллюски рыба в паспурную погоду с двумя пиками можно смело ловить на бойлы орех шоколад пелец и мед также порой можно использовать перец и чеснок и специи солнечную погоду у нас очень хорошо заходят фруктовые вкусы среди них представлены банан слива клубника цитрусовые и ананас после того как мы собрали все нужные нам компоненты едем на виппинг виллу первым делом когда мы приехали на озеро нужно сначала изучить местных на которые мы будем плавить заходим на первую локацию первое у нас пещерное озеро проходим на наше место ловли и тем как определиться каким на бойлы нам использовать плавающий или тонущий нужно сделать первый заброс и посмотреть какое дно вместе где мы будем облавливать данный момент у нас показывает что дно является твердым то есть такой значок это твердое дно сейчас показано на экране для такого дна используется очень хорошо тонущие бойлы следовательно если мы будем ловить в этой точке то нужно использовать тонущие бойлы идем на нашу следующую точку это ивовое озеро и посмотрим какое дно используется там бежим по мостику и так же тут делаем наш тестовый запрос чтобы понять какое находится в данный момент дно картинка справа нам показывает что дно находится ильное раменистое поэтому в этом случае лучше использовать плавающие бойлы точечка в данный момент показана на экране определив какие точки на которых мы будем ловить дальше идем замешивать прикормку и соответственно отправляться на самоловлю теперь рассмотрим немножко по графикам первый график у нас это солнце на нем обмотаем на 12 часов дня и используем две наших прикормки для солнца это сподовая прикормка и методная начиная с 12 часов мы первые два часа ловим на одной точке вторые два часа ловим на второй точке тем самым имея возможность ловить очень много уников и долго не ждать когда рыба придет к нам снова второй график это пасмурный график с двумя горбами в этом графике используется техника ловли следующем мы ловим два часа утром это 6 до 8 часов после этого два часа вечера 6 до 8 в этом случае можем ловить с одной точки переходить нам не нужно потому что мы два часа отловили перемотали и отловили два часа третий график это у нас пасмурная с одним пиком в этом графике используется закромочные бойлы под пасмурным покотом используется рыбный вкус и ловится с 12 часов дня и ближайшие четыре часа то есть также ловится два часа на одной точке два часа на другой точке тем самым мы за четыре часа игровых заполняем полностью садок на 500 килограмм и имеем возможность поймать до 10 крупных экземпляров карпа дальше у нас будет идти нарезочка которая показана по каждому из видов графика какие использовались бойлы каким какая использовалась прикормка и соответственно как что клевало и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова